Ну что, Викторио, Ви готова? Да. Поехали. Если что, перепишу. Если что, да, в следующем марте. А хорошо не закопаю. Нет. Закопаю под грушей, как удобрение. Подожди, земля еще не оттаяла. А, да, нам повезло. Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы приехали в сад, в котором наконец-таки сошел снег. У нас конец марта, и самое время заняться обрезкой плодовых деревьев. Кстати, если вас интересует тема загородного домостроительства, то наши друзья сделали замечательный YouTube-канал, где выкладывают очень интересные ролики и сюжеты на эту тему. В описании к этому ролику будет ссылка. Проходите, наслаждайтесь видео, подписывайтесь на канал. Там будет очень много полезной и интересной информации. Зачем ты вначале хочешь рекламу или так положено? Слушай, ну, как правило, знаешь, не все досмотрят до конца роли. Поэтому лучше пустить его вначале. Сегодня наш пациент замечательная груша, на которой в прошлом году была сделана прививка. Впрочем, лучше поговорим об этом с нашим экспертом, с которым мы давно не виделись. Здравствуй, Вика. Привет, Андрей. Здравствуйте всем. Я очень рад, что у нас сегодня даже будет, забегая вперед, два эксперта. Да. Виктория Самгина, наша любимая, и Евгения Магдач. Два парикмахера на одну замечательную грушу. Ну, Вика, ты, я так понимаю, не первый год с ней знакома, с этим деревом, поэтому расскажи нам немножко предысторию. Что за дерево, с какого парень года, какого парохода? Да, давайте я расскажу. Значит, история несколько печальная. Значит, эта груша была куплена четырехпятилеткой. Куплена она была в 2013 году. Значит, и куплена она была как груша сорта, прекрасного сорта памяти Яковлева. Это осенний сорт, довольно плодовитый, вкусный, то есть десертного вкуса. Плоды должны были быть, и они должны были быть лёжкими. Значит, урожая не было в 2014 году, не было в 2015 году, не было в 2016 году, что вполне нормально, в принципе, для груш позднего созревания. Потом, в итоге, когда эта груша заплодоносила, это было уже году в 2018, наверное, оказалось, что это не память Яковлева. В принципе, это очень типичная ситуация. Конкретно в этом саду из трёх посаженных груш, из довольно проверенных источников, две груши оказались пересортным. К сожалению, сплошь и рядом. В общем, когда меня спрашивают, какой сорт выбрать, я каждый раз, ты помнишь, вздрагиваю, потому что, ну, выберем мы. Но не факт, что мы это и посадим. Значит, поэтому было принято решение, что мы, а так как дерево уже сформировалось за эти годы, да, вот, то нам пришлось принимать решение о том, что мы его будем перепрививать. В прошлом году это и было сделано, силами нашей прекрасной Натальи Червинской, было сделано пять прививок двух или трёх сортов груш, и четыре прививки успешно прижились, одна просто от ветра отщелкнулась в самом начале. То есть можно сказать, что приживаемость на этом дереве была стопроцентная. Значит, сейчас мы с вами подойдём, посмотрим, что произошло, как развивались эти привои на этом дереве, и поговорим о том, что теперь делать. И, собственно, мы это возьмём и сегодня с вами сделаем. Так, друзья, ну давайте посмотрим. Значит, на этом дереве, как я уже сказала, четыре состоявшиеся прививки, которые все четыре были сделаны ранней весной в прошлом году. Да, значит, вот они у нас жёлтыми такими яркими ленточками помечены. Раз, два, три, и вот четвёртая прямо над операторской камерой. Значит, и все они смотрят у нас в одну сторону, к сожалению, потому что скелетные ветки так развивались. Вот, поэтому наша задача сейчас посмотреть, что у нас образовалось, какие ветки развились, да, на привое. И плюс ещё принять решение, что мы оставляем и, соответственно, сделать эту формирующую обрезку. Вот две ветки, которые вообще совершенно рядышком, смотрят в одну и ту же сторону. Значит, мы будем удалять всё до места прививки. Это понятно. То есть вот весь вот этот отрезок будет убран. Абсолютно весь. Вот, смотрите, вот так вот это всё будет убрано. И мы видим, что вот от места прививки вот такой был череночек привит. И было три почки. С каждой из трёх почек у нас три пошло побега ростовых, да. Значит, нам надо принять решение, что мы оставляем. Так как у нас здесь рядышком ещё одна ветка, да, то, естественно, мы оставляем только ту ветку, которая смотрит в другую сторону относительно этой. То есть вот эту мы 100% удаляем, в ноль всё это режем. Ну и вот это вот вверх, с учётом того, что наверху у нас тоже есть ветки, потом посмотрим, что мы с ними делаем. Но в любом случае вот этот побег мы тоже убираем. Осталась у нас одна ветка. И дальше мы смотрим опять, что с ней делать. Её нужно найти хорошую почку, которая смотрит вот сюда, в эту сторону, то есть от этой ветки, и на неё обрезать. Я считаю, что такой побег, такая почка или вот эта, или вот эта. Наверное, вот на эту, она более сильная. Вот так. Всё. Вы видите, да, сколько я оставила? В принципе, можно ещё чуть-чуть вот, чуть-чуть обрезать. Опа! Вот зря я это сделала. Видите, да? Вот лучше чуть-чуть не дорезать. Это мы потом вычистим. Вот испортила, прекрасный кадр, на самом деле. Нет, ну это нормально, Вик, потому что у нас всё-таки нас смотрят непрофессионалы, и у всех будут такие истории. Да. Поэтому на ошибку хочется гораздо лучше, чем на правильный. Зачистим либо окулировочным, либо монтажным ножом, начисто зачистим. Но всё равно у нас до почки ещё есть место, поэтому, в общем, как бы мы эту почку не повреждаем. Она у нас останется чистая. Вот. Значит, смотрим теперь, что здесь. Да, то же самое. Удаляем всё полностью в ноль то, что у нас до прививки. Так, вот эту ветку мы потом... Сейчас я её вот так вот уберу, а потом мы её снесём в ноль. Вот. Так. Сейчас. Идём сюда. Всё вот это удаляем. Опять-таки, потом всё это зачистим, да, господа? Значит, вот это удаляем стопроцентно. Так, смотрим. Вот так вот. И вот эту, которую вверх, опять-таки удаляем. И здесь делаем то же самое, то есть переводим на боковую, чтобы они пошли в разные стороны. И я, наверное, сделаю... Вот у нас есть вариант сюда, но он такой тоненький-клипенький. И вот этот вариант, он мне нравится больше или нет? Давайте вот сюда. Она тоже смотрит в эту сторону, но она чуть-чуть пониже. Вот сделаем так. Если посмотрим, нам не понравится, мы переведём вот сюда. Но пока мы вот так оставляем. Так, две ветки из четырёх мы сделали. Одновременно идёт формирующая обрезка и обрезка на плодоношение, правильно? Слушай, нет, на плодоношение мы ничего сейчас не обрезаем, но в прошлом году была сделана прививка. И в прошлом году вот эти ростовые побеги пошли. В этом году, значит, что произойдёт? В этом году произойдёт и, значит, ростовые пойдут побеги этого года, и закладка цветочных почек следующего года. То есть в следующем году, в 22-м, мы получим плодоношение после прививки 20-го года. То есть всё-таки фьючерсы у нас, понял? Да. Так, значит, теперь давайте посмотрим вот здесь вот. Так, опять-таки вот место прививки, да. Здесь у нас развилось всего два побега, да. Значит, мы вот это всё удаляем прекрасно. Значит, я сейчас просто чикаю-чикаю, а по факту там нужно будет посмотреть, всё это зачистить. Вот, сейчас я пока этого не делаю. У нас есть квалифицированный специалист по зачистке. Да. У нас есть Женя Магдыч, это наш специалист по защите растений. Она сейчас ко мне присоединится, кстати. Почему-то она ещё ко мне не присоединилась, Жень. А мы потом её экспертного мнения по поводу твоей зачистки спросим. Так а что? Нет, я же говорю, что это надо ещё дочищать. Возможно, у неё будут какие-то свои комментарии. Женя, а вот подойди, пожалуйста, вот на самом деле вот здесь вот я не знаю, как лучше поступить, так как мы вот здесь вот будем полностью удалять вот этот вот, до этого места вот эти обе ветки, чтобы у нас осталось только нового сорта груша, да. Вот. Что нам лучше оставить? Или мы, кстати, здесь можем обе оставить? Как ты считаешь? Мне кажется, что груша чаще всего растёт вертикально вверх, и по возможности нужно всё-таки уполаживать её. То есть выводить больше в горизонталь, иначе она будет расти вертикально. То есть ты считаешь, что вот это надо убрать? Уполаживать – это от слова «полардинг». Правильно? Нет. Так, вы видите, да, я не дорезаю до конца, и в принципе вам советую, лучше чуть-чуть не дорезать, да. Естественно, что вот зачистить вот эту махру надо сейчас уже в этом году, это понятно. И даже не то, что в этом году, а сегодня, да. Но лучше не дорезать до конца, чем перерезать. В следующем году, когда здесь образуется пенёчек, его просто можно снять. Вот мы тут с вами можем увидеть, видите, как было сделано, да. Мы просто берём и вот этот пенёчек обрезаем. Ты насчёт вот моей вот этой обрезки что можешь сказать? Согласна с ней? Ну, в целом согласна, но я бы, наверное, взяла бы всё-таки следующую почку, которая более в бок отвести. Ну и делай. От этой ветки чуть подальше сразу. Давай, моя хорошая. Чтобы они в разные стороны смотрели, да? Да, чтобы они смотрели в разные стороны, потому что они находятся очень близко. И здесь, ну, не знаю, вот сюда, вот чтобы пошло сюда, наверное, в южную сторону. А южная, это как раз вот куда она сейчас смотрит, там у нас будет запад. Но у нас там как раз веток нету, поэтому я с тобой совершенно солидарна. Ага, вот смотрите, видите? А вот Женя режет по-другому. Она режет прямо впритык, да? В принципе, вы можете резать и так, и так, как вам комфортнее. Так, ну что, у нас осталась четвертая прививка, не обрезана. И дальше мы формируем остальные ветки на уже перепривитом дереве. Это тоже будет очень интересно. Оставайтесь с нами. Вот смотрите, здесь то же самое. Значит, я уже начала эту обрезку. Да, мы режем всё до прививки. Вот так вот. Прям безжалостно режем. Ага. Так, потом зачищаем, не забываем. Так, и здесь у нас от места прививки, вот кстати, тут прям вот как будто сейчас, вот прям в этом году здесь цветочек какой-то расцветил. Ага, это плодушка образуется, да? Да, вот как ни странно. Так, и здесь у нас два варианта, да? Причём, кстати, мы можем обе оставить. Давай, Женя, мы здесь обе оставим. Ну, дело можно оставить. Да, потому что на эту сторону у нас нет больше привитых новых веток. И тут, в общем-то, у обеих веток хороший потенциал. Вот, я бы вот здесь, наверное, вот на эту порезала. Вот так. Так, а здесь? В другую сторону. Ну, это понятно, да, надо выбрать. Вот на самом деле, смотрите, если у вас равнозначные ветки, да, то лучше их резать на одинаковой длине. В таком случае они не будут испытывать конкуренцию. Они очень чётко чувствуют, кто длиннее, кто короче. И кто длиннее, тот и главный. Вот чтобы этого не было, а мы тут хотим, чтобы они равномерно развивались, соответственно, мы примерно на одинаковую длину и режем. Вот, смотрите, красота. Всё, значит, смотрите, здесь с прививками, с сами прививками мы разобрались. Теперь мы будем думать, что мы делаем с остальными ветками. Видите, да, их довольно много. Дерево явно, совершенно, с очень хорошей, интенсивной энергией роста, да. Значит, чтобы у нас развивались новые привитые сорта, нам нужно сдержать рост основного материнского дерева. Жень, давай посмотреть, что мы будем делать. Субтитры сделал DimaTorzok Наконец-таки наша работа по формирующей обрезке привитой груши закончена. Сейчас вы, наверное, смотрите с ужасом, что же осталось от этого большого, великолепного, мощного дерева. Поэтому сейчас мы поговорим уже не с Викторией, которая ушла немножечко поплакать, а с Евгением Агричем, которая непосредственно консультировала эту обрезку и сейчас ответит за то, что она сделала. Женечка, расскажи, пожалуйста, вот как же так всё случилось? Почему же у нас от большого, мощного дерева остались вот несколько буквальных веточек? Дело в том, что основное растение, на которое мы прививали, оно очень было сильно рослое, очень высокое и мощное. И если бы мы не убрали всю верхушку, то все бы основные питательные вещества пошли бы наверх, и растение дало бы ещё больший рост, а прививки бы остались без питания и развивались бы довольно плохо. Плюс ко всему Вика хочет сделать ещё прививки на это дерево, и, соответственно, нам тоже нужно было освободить под них место. Плаздарм для новых прививочек. Ещё очень важно, мы об этом говорили в других роликах про обрезку, чтобы нижние ветки были более пологие, более широкие, чем верхние. Соответственно, тогда к ним пойдут питательные вещества. То есть получилось, что у нас нижний ярус, чтобы он постепенно, от нижнего к верхнего ярусу постепенно у нас уходил на конус. То есть у нас получилось, можете посмотреть сейчас, нижние ветки, они широкие, верхушка, она более узкая. То есть теперь будут питательные вещества распространяться правильно, чтобы прививке тоже доставалось питательные вещества. А верхние ветки мы оставили под другие эксперименты, поэтому они у нас так обрезаны куда-то, потому что нам нужно будет подобрать какое-то место. Для прививки нужна часть веточки, чтобы она была довольно ровная, чтобы можно было хорошо приживить черенок без всяких искривлений. Поэтому мы выбрали более-менее ровные места и оставили тут с этой стороны немножко, не видно, наверное, будет на камеру, ветка, которая будет давать плоды именно вот этого основного дерева, чтобы она тоже не перекрывала. То есть мы оставили ее ярусом ниже, чтобы она не перекрывала остальные прививки. Женя, скажи, вот такая жесткая обрезка, можно сказать жесткая? Ну да, довольно жесткая. Потому что мы не рассчитываем на обильный урожай в этом году. Это как бы сделано для того, чтобы в будущем, через год, не в это лето, а на следующее уже... Ну, надо сказать, что после такой обрезки за деревом нужно будет довольно сильно поухаживать, побегать. Оно вам дойдет, да, понянчить его. Скорее всего, оно даст очень мощное волчкование. И это все в июне месяце, не дожидаясь огромных длинных побегов, просто вот так вот обратной стороной секатора надо будет вот эти все мелкие росточки, которые... Счищать. Да, просто пройти и счистить, не дожидаясь, когда это будут мощные побеги, которые надо будет обрезать. Ну, это где-то надо будет сделать раз в два в июне. Прекрасно. Вот, и на этом волчкование должно в целом успокоиться. Так, и еще я должен задать тебе такой стандартный вопрос. Всегда, когда дело касается обрезки, всегда происходит дискурс, что же делать с местами срезов. Давай еще раз проговорим, что мы делаем со всеми большими пеньками, маленькими пеньками. Расскажи, пожалуйста, вкратце, после того, как мы все обрезали, что мы делаем дальше? Все, что мы обрезали стандартным секатором, замазывать не надо, ничем. Никаких садовых варов, никаких лаков-бальзамов. Никаких садовых варов, никаких лаков-бальзамов не надо. В целом можно замазать крупные срезы лаком-бальзамом. Крупные сколько диаметре? Ну, когда вы уже не можете срезать это секатором, и вам нужно применять ножовку. Это уже крупный срез. Да, или сучкорез. Но это скорее больше косметология. В общем-то, дерево... Ну, так, чтобы нам спокойно было. Да, да, да. Нам спокойно, клиентам спокойно. Потому что, когда очень часто человек видит вот такой вот крупный срез, он хватается за сердце. Мясо голое такое. Мясо голое, да. Ну, я уже об этом говорила, срезы, они не зарастают, да. То есть, они обрастают древесиной. Поэтому не нужно к ним прикладывать никаких гемостатических губок, мязать там йодом-зеленкой. Они сами справятся. И вот чисто, скорее всего, косметология. Ну, а там хотя бы фунгицидиками какими-нибудь. Может быть, бордоской жидкостью, капочку. Капочку, ну, капочку бордоской жидкости можно нанести ровным слоем на весь сад, как раз, по-моему, после обрезки. Ну, слава богу. На этом все. Я надеюсь, что вам понравился наш замечательный ролик. Было достаточно много полезной информации. Поэтому, если у вас в саду завелась таки груша, и если вы ее еще дополнительно привили, я думаю, что вы получили сегодня исчерпывающую информацию и руководство к действию. Что надо делать, как и когда. С вами был канал Европлант и два наших любимых эксперта. Виктория Сангина и Евгения Магдыч. Всего доброго. До свидания. Будьте с нами. До свидания.